Добро пожаловать в Казахстан! Конечно, обучают. В нашем городе работает уже государственная областная программа «Безбарьерно-Миколаевщина», на которой наша областная администрация выделяет средства для обучения жестовой речи. Проводятся эти курсы дважды в год, двухмесячные сроком на два месяца при Институте повышения квалификации учителей. И слушателями этих курсов являются желающие, а также привлекаются работники социальных служб. Это управление социальной защитой населения, работники, доктора, родители детей, не слышащих детей. То есть публика разноплановая, слушатели разноплановые. И эти курсы, конечно же, проводятся дважды в год. Эти курсы больше как повышение квалификации или за два месяца есть возможность обучиться, ну хотя бы на элементарном уровне? На элементарном уровне. Это нисколько не повышение квалификации, потому что если повышать ее, это уже необходимо, существуют курсы при всеукраинской организации глухих, в городе Киеве, обучают уже именно там. А в Николаеве это дается начальное знание. А есть ли желание у человека самостоятельно изучать? Есть ли какие-то книги, учебники? Есть, литературы достаточно обучению жестовой речи, да. Можно самому получить такие самые первые навыки, основу, да. Конечно же можно. Ну и потом жесты, знаете, как языки даются людям. Кто понимает и схватывает это сразу, кому сложно, поэтому желательно еще посещение этих курсов, чтобы разъяснять. Не забывать, да, во-первых. Забывать и разъяснять, ну особенности. В чем особенности? В том, что положение палец, положение рук, кисти, это может влиять на передачу смысла. Потому что одно неправильное движение, там пальцы или кисти, несет другой смысл. А по поводу вообще языка жестов. Есть, насколько я понимаю, просто алфавит, который переводится, да, на эти жесты. И есть конкретно уже слова и целое предложение. Да. Чему обучают и для чего это нужно? Обучение начинается с дактиля, то есть это пальцами. А буквы, да? Мы показываем буквы. Ну, например, наш украинский алфавит А, Б, В, Г, ну и так далее. То есть это для того, чтобы мы дактилям передавали имя, фамилию, там и так далее. То есть когда собственные какие-то имена. Да, какие-то особенные. Потом это уже переходит в обучение жестам, но опять же это на основе комбинации пальцев и рук. Вот, кстати, вот буквально мы смотрели только что сюжет «Окей» передается. Окей. Окей. Показывают вот так жест «Окей». Это, да, международный жест. То есть «Ок» показывают еще, добавляя букву «К» дактилем. Это буква «К» «Ок». Это международный жест. Его понимают все, как и многие другие жесты. Даже не зная жестов так вот досконально, скажем, человек, который хочет поприветствовать неслышащего и так далее. Мы интуитивно прикладываем руку к сердцу, к груди и, значит, делаем соответствующие движения доброжелательности, выражая свою доброжелательность. На лице это видно. То есть всем это понятно. Если мы выражаем недовольство, чем-то мы недоумеваем, недовольны чем-то. То есть, соответственно, у нас мимика лица совершенно другая. И вот и в этом тоже заключается. А если говорить о богатстве этого языка, можно все передать абсолютно или он чем-то все-таки уступает нашему обычному? Можно все передать. Можно все, но имеет, конечно же, как любой язык, имеет свои особенности. Построение предложений другое, передача смысла другое, юмор может быть не всегда понятен, нужно более детально, неслышащему объяснить, пояснить. Но я вам хочу сказать, что наша, ну, украинская и российская жестовая речь, русская, они похожи, они во многом похожи. Но есть отличия незначительные. В отличие от международной, ну, наша речь, украинская и русская, она очень богата, она живая, она постоянно обновляется. Ну, например, вот компьютерная тематика, то есть неслышащая особенно молодежь. Они, да, они эти термины придумывают сами, и мы потом, переводчики, согласовываем, да, правильно ли это обозначено, правильно ли это выражено, и тогда мы это уже принимаем как общий, как говорится, словарный запас. А вот по поводу терминов, как, можете, например, какие-то там, не знаю, компьютер, мышка, хотя бы. Компьютер, да, все это выражается легко. Компьютер, мы работаем с клавиатурой, показывается компьютер. Кто работает вот так, кто вот так, то есть, соответственно, так и показываем. Если мы работаем мышкой, вот она мышка, вот мы показываем, что мы работаем мышкой. Если, допустим, мы смотрим какую-то программу и хотим смотреть в режиме онлайн, мы видим, когда грузится компьютер, и вот это, вот неслышащие придумали этот жест онлайн. Онлайн, вот оно сейчас грузится, крутится онлайн, вот это жест сейчас. Вот оно сейчас нам покажет то, что мы хотим. А с чем-то совпадает? Есть что-то подобное уже этими жестами, что-то обозначалось раньше или это что-то новое? Нет, нет. Совпадать не в консвече не может. Вы понимаете, надо знать обязательно контекст. Если, конечно, много жестов одинаковы в своем исполнении, но в контексте нужно обязательно это связывать с контекстом. Потому что вот в украинской речи обязательно присутствует артикуляция. Мы обязательно должны то, что показываем, проговаривать. Мы не говорим это голосом, но мы это обязательно губами артикулируем. Да, в отличие вот международной жестовой речи отсутствует артикуляция как таковая. Она есть, но очень незначительная, в отличие от нашей, ну вот, вот такой есть. По поводу международной и, соответственно, украинской. Мы вот буквально опять-таки во время сюжета узнали подробности, что некоторые слова и некоторые вообще буквы могут и смешно звучать в нашем обиходе обычном. Это вообще можно человека обидеть, а на самом деле это звук, например, да? Вот эти различия интересные в чем? Эти различия обязательно на курсах даются, поясняются людям, потому что изучая жестовый язык, это немножко такое веселое занятие, серьезное в то же время и веселое. Потому что, ну, жесты, они же разные, да, и нас немного веселят, особенно, когда мы с ними не знакомы. Так вот, международный, также существует дактиль международный, да, там, буква Ай, Ай, там, Бет, Е, там, и так далее. Ну, я приведу пример, как нужно быть осторожным. Международная буква Т, вот на украинский, буква Т, обозначается так, международная обозначается вот так. Извините, неприличный жест, который, ну, общий признан в международном алфавите, да, и поэтому существует это, и никуда от этого не деться. Люди культурные, поэтому воспринимают это так, как букву. Совершенно, да. Вот европейцы, я недавно вот была в Киеве на занятиях, значит, по международной жестовой речи, вот изучая и повторяя, проходя эти жесты, у европейцев, это со Швецией был преподаватель, переводчик жестового языка, шли из Швеции. Совершенно это привычно, совершенно это нормально. У нас, конечно, вызывало другую реакцию эти обозначения. А по поводу вот этих курсов повышения, я, насколько понимаю, что увиделись и со своими коллегами со всей Украины. Много ли профессионалов у нас на сегодняшний день, которые могут и преподнести это очень быстро и скоро, как вот вы, например, да, ни для кого не секрет, вас видят люди все время синхронно с нашим выпуском новостей. Много ли таких профессионалов, которые могут это делать? Их все больше. Я скажу почему, потому что неслышащая аудитория также работает с компьютером, выходит на связь, по скайпу. Больше у них идет связь по скайпу, как вы понимаете, потому что они должны видеть собеседника. Поэтому они общаются со своими друзьями, коллегами со всего мира. И, естественно, они в общении изучают, вот так вот в беседе изучают эту речь. И владеют уже многие, особенно молодежь, владеют, конечно, свободно. Ну и также взрослое поколение овладевают. И почему эти курсы становятся более популярными? Потому что, ну, мы же все больше общаемся уже с миром, как говорится, мы же уже открыты. Поэтому, да, это очень популярно сейчас. Ну что ж, будем надеяться, что в Николаеве появятся в скором времени такие курсы. Я лично уже загорелся. Горел давно. А сегодня меня смотивировали бы еще больше изучить этот язык, хотя бы на элементарном уровне, а дальше уже как пойдет. Вам спасибо большое за интересный разговор. А всем нашим товарищам нагадую, что сегодня спелкувалась с прокладачем жестовой мовы Миколаевского областного творчества «УТОХ» Татьяна Масникова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова